В июне 2005 года на стадионе Стэнфорда Стив Джобс выступил перед выпускниками Стэнфордского университета с приветственной речью. Он вышел к собравшимся, а их было 23 тысячи, в накинутой на плечи мантии, из-под которой виднелись джинсы и сандалии, чтобы рассказать, чему его научила жизнь. Примерно в середине речи он дал бывшим студентам совет. «Вы должны найти работу своей мечты. Есть только один способ стать незаменимым работником – любить свою работу. Если вы еще не нашли любимую работу, ищите, не опускайте руки». Едва он кончил говорить, собравшиеся повскакали с мест и устроили овацию. Джобс говорил о многом, но прежде всего о том, что работа обязательно должна быть любимой. В пресс-релизе Стэнфордского университета было указано, что он призвал выпускников воплотить мечты в реальность. Вскоре на Ютьюбе появилось любительское видеовыступление, распространившееся со скоростью компьютерного вируса. Количество просмотров мгновенно перевалило за 3,5 миллиона. Количество просмотров официального видео, выложенного университетом, составило еще 3 миллиона. Авторы комментариев дружно вторили Джобсу. Они писали о том, как важно любить свою работу. «Самое главное – найти цель жизни и следовать за мечтой. Жизнь слишком коротка, чтобы делать лишь то, что должно. Иди за мечтой. Жизнь дана для того, чтобы жить. Мечта – вот двигатель жизни. Главное – любить свою работу, все остальное неважно. Не опускайте руки. Аминь». Иными словами, выступление Джобса – этого неспровергателя основ. И его не столь уж оригинальный совет, касающийся выбора работы, взволновали миллион людей. Джобс сформулировал то, что я называю «теорией мечты». Теория мечты. Согласно «теорией мечты», для того, чтобы трудовая жизнь сложилась счастливо, главное – понять, к чему вы испытываете страстное влечение, а затем найти работу, позволяющую удовлетворять эту страсть. Сегодняшним американцам эта теория хорошо знакома. Счастливчикам, имеющим возможность выбирать профессию, ее навязывают буквально с пеленок. Их приучают восхищаться людьми, смело идущими за мечтой, и жалеть зануд конформистов, выбирающих не столь опасный путь. Чтобы убедиться в том, насколько распространены подобные представления, достаточно зайти в первый попавшийся книжный магазин и найти полку с книгами, посвященными выбору карьеры. Если не принимать в расчет пособия по составлению резюме и правильному поведению на собеседовании, едва ли найдется...